Канта Канта Мне очень бы хотелось бы, чтобы Лев Николаевич как-то разъяснил нам смысл этого термина. Это поэтический термин, мистический термин, или, может быть, в нем есть какое-то чрезвычайно глубокое объективное содержание. Лично я уверен в последнем. Слово пассионарность я опубликовал впервые 20 лет тому назад в журнале «Привода», после чего у меня была своя порция неприятностей, которая кончилась вот недавно. Дело в том, что когда бы констативы передвижения группы людей в качестве миграции или похода, или простого выселения по территории, или во временном аспекте смена культур, смена религий. Вместо, понимаете, даже Бога и Перуна появляется Христос у нас на России. Большая смена. Но каждая смена требует, как мне скажут физики, какой-то энергии, приложения силы. А сила – это причина, вызывающая ускорение. Плюс-минус ускорение. И тогда я стал думать. И долго думал. У меня было времени много, полного года, когда я только мог думать, и больше ничего. И я думал, как же это происходят исторические события. В частности, Александр Бакедонский. Зачем ему было идти в далекую Персию, когда ему было достаточно захватить ближайшие области, прилегающие к Неземному морю? И на воду не можно было не потратить больше, и эффект больше, да они богатые, сопротивление было ничтожное. Нет. Пошел аж на Средней Азии. Сам Арканд до сих пор гордится тем, что его некогда взял Александр Бакедонский. И с этого момента считает свое существование. А потом он пошел в Индию. Что было уже совсем глупо. Потому что и жить там в Македонии они не могли, и задержаться не могли, и могли только одерживать бесплодные победы. Зачем? Что его толкнуло? И вдруг мне пришло в голову, что есть такая энергия, которая людей толкает на бессмысленные иллюзовные поступки с иллюзовными целями. И тем не менее они жертвуют жизнью, своей и чужой, славной охотой, и идут на это. Жанна Дарк решила спасти Францию. На чем-то ей, этой немецкой девице, было бы спасать Францию. Она даже по-разному французски-то говорила с немецким акцентом. Нет, спасла. И погибла. Профессор Плашского университета Ян Гус сказал, что надо пригласить некоторое безобразие в церковном быту и в преподавании. Вы знаете, он был сильно пассионарный человек. Его сожгли. Я когда на такое не решился бы и не решался. 25 лет преподавал в университете и по 6 раз гонял студенток. И все-таки в конце концов всталил. Не хватило у меня силы и воли выгонять их вон. Ну, это значит, что у Буса был какой-то запасы незначительно больше моей. Ну, все это я подумал про всей истории миловой и вдруг вижу. Что мне ставят, мои ученые и коллеги, ставят вопросы. Друзья и коллеги, не институт, конечно, а когда я был на великих стройках коммунизма. Они спрашивают, а какая же это энергия? Механическая? Нет, явно. Тепловая? Тоже нет. Электрическая? Электромагнитная? Да что вы. Никакого отношения. Вавитационная? Да тоже нет. А просто постоянно. А я не знаю. Потому что у меня образование гуманитарное. Но так как я читал разные книги, то я прочел книгу Вернацкого, которая вышла в 65-м году. Через 25 лет после его смерти. И там вдруг вижу, эта энергия описана. Это биохимическая энергия живого вещества биосферы. И она имеет свои энергетические эквиваленты. Ее можно перевести в большие калории. Учесть ее направленности. Вывести катионы и анионы. Все для нее годится. Добро и зло это катионы и анионы. А что именно с добро и с зло, никто их не знает. Добро это не зло, а зло это не добро. И все, что мы можем сказать, оговорим. Ну вот. И тут, когда появилась эта работа, и появился сразу же после этого системный метод фон Берталанфи, все легло на место. И я сразу же дал большую статью к переводу. И потом, после 14-летнего молчания, потому что я все готовил и готовил, готовил, книги, а мне их не печатали, не печатали, не печатали. Как только заступила перестройка, так пошли мои книги. Вот напечатали. Поэтому я вам отвечаю на вопрос, что такое пассионарность. Это эффект энергии живого вещества биосферы. Биохимической энергии. Так как свет, это эффект электрической энергии. Тепло, это эффект тепловой энергии. Кажется ясно? Ясно, Леонид Ильич. Мне это было ясно лет 15, наверное, тому назад. Нам выпало счастье с моим другом астрономом услышать впервые его концепцию. Тогда он называл это удар бича по земному шару. И сразу же показал нам глобус. Так называемые свои пассионарные толчки. Они локализованы. То есть это толчки, которые связаны с этногенезом. Я думаю, что Лев Николаевич более подробно расскажет об этом. Но они очень четко локализованы по поверхности земного шара. Простираются на громадные расстояния. И локализованы не только по месту. Они локализованы и по времени. Я назначил его всеобщую историю. Довольно приблизительным объемом. Подробности мне в данном случае не нужны. Так же, как невозможно вот это здание рассматривать с расстояния, допустим, полутора сантиметра. Вы ничего не увидите, кроме кусочка стены. Надо отойти подачу и осмотреть все контуры. Взял я такую историю и посмотрел. Где и когда возникают этногенезы. То есть процессы. Этногенезы это процесс. Этнос это фаза этногенеза. То есть тоже процесс. Часть процесса. Где они возникают? Где бывают их начала? Я нарисовал на карте. Совершенно точно. 8 этногенезов известных нам по письменной истории. И те, которые известны по концам. С экстраполяцией их в древности. Получилось 17. Достаточно для того, чтобы сделать вывод. И вдруг я увидел. Жена к углам шарики глобуса. Они идут или сверху вниз по меридиану. Или по шивоте. А и до вбоку. То есть совершенно никакой, казалось бы, закономерности нет. Но всегда по линии. А для шивота этих линий, ширина вернее этих линий, бывает очень небольшая. Например, тот подъем, который создал Рим, Эрлану и древнюю Персию, он убил всего 300 километров ширины. Откуда это может взяться? Оказывается. Физику мы плохо помним. И я в том числе. Мы же в школе учили по солнечный ветер, который открыл наш петербургский физик-лебедев. Так вот, солнечный ветер, оказывается, состоит из плазмы. Заряженной плазмы. Идет. Ну, да, в бисе Плутона, или где-то около, я точнее сказать не могу, но нам точнее не надо. Он сталкивается со звездным ветром. И они как два потока. Сталкиваются, завихряются, передают энергию назад, вперед, во все стороны. И возникают такие моменты, когда защищающая нас юно-сфера оказывается пограна. При известных условиях в ночное время сильные импульсы выбивают 11 оболочек Земли и доходят до поверхности Земли, то есть до биосферы. И создают мутации. И могут создать, а мутации появляются из-за жесткого облучения. И вот, оказывается, как они идут. Они идут как удавами плетки по земному шагу. Оставляя врубец. Этот врубец пассионарная популяция. Не все люди становятся пассионариями, кто там живет. А те, кто мутировал, то есть стал уводом. Ему мало просто получить свою зарплату, пойти домой, выпить маленькую, поиграть в шахматы с соседом. Нет. Он начинает выдумывать новые теории и делать доклады. Друзья мои, ну, все говорят, да. Ведь тебе же зарплаты-то не прибавят, а он делает. И наоборот, зарплату экономит на машинистку. То есть поступает совершенно вопреки своим интересам. И это явление приводное, а никак не социальное. Может, самый последний бедный крестьянин, самый важный граф быть пассионарем или субпассионарем. Всяк. Вот в чем дело. Вот чем мы связаны с космосом. Мистик я здесь никакой не вижу. Я вижу здесь только естествознание, которому история дала необходимый материал, как в смысле хронологии, так и в смысле подробностей.